Давай я за него выйду. Просто серьезно, девушки, когда вам предлагают выйти замуж, вообще нельзя отказываться. Чтобы вы понимали, такого шанса может больше не быть, да? Вот моя знакомая в 30-ку еле-еле замуж высвечила. Вот так сказать, запрыгнула в последний вагон уходящего поезда в бешке к Саратам. Вот при чем в плацках, знаете? Но она молодец, она молодец, она вязла девочку. Знаете, как назвала ее? Пронесла. А что, это отличное имя? Я говорю, да, для танка. Есть в зале одинокие девушки? Похлопайте. Одинокие. Есть. Есть. Совет вам, одинокие девушки, запоминайте. Брейте только одну ногу. Тогда будете ложиться спать. Если положить бритую ногу, но волосатую, тем самым можно создать иллюзию, что ты спишь с мужиком. Вы знаете, вот было бы очень классно, вот если бы перед тем, как переспать с парнем, да, вот можно было бы читать на него отзыв, да. Вот по аналогии с фильмом, да. И вот если какая-нибудь баба написала бы там, что типа, так, семь фирменов, вот как бы уснула на первых секундах, вот как бы не стоит тратить время. Ну, я вот девушка одинокая, да. Я бы посмотрела этот фильм. Потому что я как сельский житель в торговом центре, не важно какой фильм в прокате, главное в принципе посетить кинотеатр, понимаете. Ладно, я вот вчера проснулась с четкой мыслью, прям с четкой мыслью. Вот хочу мужика, да. Еду в метро в давке. Знаете там таких мужиков, вот которые пользуются тем, что они в давке, да. И я вот на своей попе ощущаю сильную мужскую руку, да. Вот знаете, сделала вид, что не заметила. Я вот даже на четыре станции больше проехала. Я прихожу на работу. Там коллега, мужик, подходит ко мне и говорит, слушай, я со своей расстаться хочу. Ну, значит, не знаю, как она отнесется, да. Давай как бы я на тебе перепетирую, я бы не вопрос, давай. Эдл стоит такой и говорит мне, иди-ка, я тебя бросаю. А я такая стою и думаю, блин, меня даже чужой мужик кидану. Это очень обидно. Вы поймите, вот чтобы вы понимали, да, насколько я одинока. Вот как бы сутки на балансе мне хватило на два месяца. Вот как бы. Просто это очень обидно. Обидно, когда твои одноклассницы рожают чаще, чем у тебя случается секс. У меня так. Но я приспособилась жить одна, да. Поэтому как бы по ночам иногда я бью себя шокером. Вот как бы какой-никакой омышечный спазм. Но не все так плохо, не все так плохо. Мне нравится один парень. Серьезно, очень сильно нравится. И я недавно узнала, что вот он шпопнул мою знакомую, да. Потом вот он шпопнул мою подругу. Потом вот он шпопнул мою сестру. Вот чувствуете? Бомбы рвутся все ближе и ближе. Вот есть шанс. Есть шанс. Просто поймите, меня вот везет на неудачных. Вот прям на конкретных. Вот не на таких, да, которые там с мамой живут или плохо зарабатывают. А вот прям на конкретных. Вот чтобы вы понимали, мы ему бывшему, да, недавно отрезали посиневшую ногу, да. А у него просто джинсы полиняли. Вот на каких. Просто серьезно смотришь на некоторых парней и думаешь, нет, 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 я лучше за вибратор замуж выйду. Надежнее. Просто, девушки, вот смотрите, из опыта делюсь с вами. Никогда не встречайтесь с парнем, который работает в стоп-хам. Вот его хер пошлешь. Я недавно встретила своего бывшего. Он мне говорит, ну че, ты пожалела, да, кого-то потеряла. Типа, я высокодуховный человек. Я ему говорю, слушай, то, что ты живешь рядом с церковью, да, как бы ничего не значит. Высокодуховный человек. Чтоб вы понимали, он в церкви был всего один раз. Когда пупой с криком, а у меня сегодня день рождения, забежал туда и задумал там все свечи. Все. Он мне говорит, ты знаешь, вот я после тебя стала заниматься дзюдо. Я говорю, слушай, ты кутой тричь, какой тебе дзюдо. Чтоб вы понимали, у него от солнечного удара было сотрясение мозга, да. А тут дзюдо. Я говорю, когда ты решил вести правильный образ жизни? Я думал, на крещение в шапки нырял, чтобы у тебя голова не замерзла, да. Он мне говорит, я пока закалялся. Я говорю, не, не, закалялся, когда у тебя в январе куртку украли, да. Я говорю, единственное, что ты делаешь правильно, это ты шмаль через войну на фольгу куришь, потому что это реально полезнее. Ко мне недавно коллега на работе подходит и говорит, знаешь, я вот знаю, какой мне мужик нужен, я прочитала в гороскопе, вот мне нужен мужик по знаку зодиака весы. Я говорю, нет. Он мне говорит, как ты такое можешь говорить, ты же не остров. Я говорю, Наташа, ты толстая, да, и если рядом с тобой будет мужик, который по гороскопу весы просто знает, каждый раз, когда ты будешь на него залазить, ты будешь расстраиваться. Все очень просто. Я, вы знаете, я не был секса давно, серьезно, я откровенно в этом и... Вот у каждого парня была такая ситуация, когда вы занимаетесь сексом с девушкой, да, и она в какой-то момент говорит, я так не могу. Почему? Твой кот. Он на нас смотрит. Скажи ему, чтобы он отвернулся. Вот у меня секса давно не было, я скажу, смотри, да, есть еще домашние животные, зови всех. Из-за меня радует. Мне правда, мне не... Посоветовали, заведи татай. Я завела себе кошку, назвала ее Надежда. Да? Вот Надежда прожила полтора года. Да? Но я вот не стала ее хранить, знаете? Вот так и живу с Надеждой. Я думаю, должен быть выход. Должен быть выход. Найду себе мужика, надо сходить к гадалке, сейчас расскажут все. Прихожу к гадалке, но, знаете, я этих шарлатанных знаю, я ее такая сходу проверку. Я говорю, ну-ка, кому-нибудь ничего не предсказывала, да? У кого ничего не сбывалось? Она мне говорит, да, конечно, я одной предсказала, третий тебе ребенка. Я говорю, и? Она говорит, и через два месяца она родила? Она меня убедила, она меня убедила. Я у нее в прямую спрашиваю, я говорю, когда у меня появится мужик? Она вот что-то тему перевела, вот что-то расплакалась. Я не знаю. Я думаю, так, надо идти к психологу. Я пришла к психологу, я ему два часа о своей боли, о своем одиночестве, да? Вот обо всем, обо всем. Знаете, он так слушал, слушал, в конце, говорит, пошла нахер и продолжил курить кальян. Все. Вот такие. Ну, вы знаете, на самом деле не все так плохо, честно, у меня есть секс, да? Ну, знаете, он такой, как Олимпиада, не то, чтобы он такой фееричный, заканчивается победой, он просто раз в 4 года, да? То есть, как бы, ко мне приезжают спортсмены на мою тренировочную базу, да? Как бы, топинг приветствуется, инвентарь имеется, ну, как бы, ставим рекорды. Только вот, вы знаете, в моей Олимпиаде побеждает от них не самый быстрый. Я, конечно, там, переехала в новую квартиру и, как любая девушка, ложусь спать и такая, типа, сплю на новом месте, присни жених невесте. Вот приснилась пустота, понимаете? Мне говорят, ну, знаешь, типа, женщины, есть такое там высказывание, что счастливая семейная пара, вот они похожи друг на друга. Я понимаю, у меня тоже есть пара, я очень похожа на безысходности. У меня тоже есть. И, чтобы вы понимали, да, насколько все плохо в моей жизни, вот за последний год ко мне приходил всего один мужик, свидетель Якова, да? Вы когда-нибудь давали за брошюр? Зато он теперь знает, что Бога нет. Вы знаете, я смотрю на всех вокруг, все выходят замуж, все выходят замуж. Я вот максимум завистарен, я не парюсь вообще по этому поводу, потому что я знаю, что есть такая примета, да, что типа если девушка ловит букет на свадьбе, то на следующий год она выходит замуж, да? Вот четыре года назад, да, я поймала букет. Вы знаете, такое ощущение, что мой суженый просто сидит в тюляне где-то, да? Я дождусь. Вообще, мне кажется, вот это неправильное применение. Надо кидать не букет, да, чтобы идти замуж, а свободного мужика, да? А лучше две полоски, чтобы наверняка, мне недавно предложили секс втроем, да? Ну, естественно, согласилась. Я пришла, но ничего не получилось. Пара оказалась гейской, да? Я что-то постояла там, что-то поснимала. Ну, вы знаете, я уйти тоже не могла. Все-таки мое начальство я хочу повышение. Но на самом деле я поняла одно, что в одиночестве очень много плюсов. Реально, много. У тебя прям куча времени на какие-то свои хобби, на какие-то там свои дела. Например, на страдать. Очень много времени я ищу причину в себе. Просто смотрите, правда, на деньги, да, сэкономленные на тестах на беременность, я купила себе холодильник. Большой двухкамерный холодильник. Я тогда подумала, наверное, причина во мне. Просто смотрите, я ненавижу заниматься сексом в позе сверху, да. Можно сказать, что потому, что снизу никого нет, я не знаю. Есть такое высказывание, что типа мужик как ребенок, да, то есть вот как бы закапризничал, дала сисю, и он успокоился. Ну, как вы видите, мне успокоить мужика нечем, да. Смотрите внимательнее, там, долго искать. Чтобы вы понимали, насколько сильно, я хочу мужика. Вот представьте, что вы съели большой, огромный арбуз, да, ночью резко проснулись, вот так сильно я хочу мужика. Я захожу в магазин и говорю продальщице, дайте мне один баллон пива. Она мне говорит, почему один? Я говорю, потому что один уже во мне, его одиноко. Короче, вот я правда, я не знаю, почему ко мне никто не подкакывает. Вот действительно не понимаю. Мужики, посмотрите вокруг, мой баб, капец, какие требования к мужикам. Все хотят себя, да, с квартиры, с машиной успешного, богатого, спортивного, красивого. У меня секса давно нет, да, у меня одно условие, чтобы не ссался под себя, и все. Хотя, лишь бы живой, лишь бы живой. Вы знаете, что делают вот эти знаки девушки? Вальше, потому что они там грустят. Они читают ванильные статусы Вконтакте и пишут стихи. Минутка поэзии. Как же скучно одной мне жить. Вечно холодный стульчак унитаза и постоянно не с кем поговорить. После оргазма. На грядках прыгают скворцы и солнце жаром пышет. Я собираю огурцы, подчередно вспоминая пыши. Ты пожирнел и стал близоруким. В карьере стремительно падаешь. женился на страшной и мерзкой суке. Бывший, ты меня радуешь. Ты пригласил меня на чай и торт и обещал шампанское и свечи. Но лишь зашла я, но давал мне в рот. Больше угостить походу нечем. Несмелыми шагами, шагами и чуть слышными я забрела в секс-шоп однажды. На полке встретила я бывшего. Не думала, что он такой продажник. Уж третий раз подряд ему все мало. А час назад подумать, кто бы мог, ведь я его совсем не соблазняла. Сидела скромно, теребя сосок. Без передышки вы усталы, с меня сползали восхищаясь, кричали «Вы предел мечтаний!» И это я еще не сильно отдалась. Все чаще у других ночую, как кошка в марте во всю прыть. Ты спросишь вдруг, какого хуя, такого, что не смог ты предложить? У Венки износилось платье, у Катьки износились труселя, а у меня совсем не кстати поизносилось то, в чем мама родила. У природы есть своя концепция. Такое просто так не совпадает. У мужика с утра всегда эрекция, а бабы по утрам зевают. У меня все. Спасибо. Друзья, ваше будущее проноцение в этой сцене ребятскому чинователю Дубра Милы Виктория Страдченко Яна Павловна Так, ну что? У нас последний стендап комик. Также, друзья, давайте встречим аплодисментами Михаил Боссов появляется на этой сцене. Ого!